5, 4, 3, 2, 1, поехали! Всем привет! Вы смотрите программу Детская служба новостей. Впереди вас ждут интересные сюжеты, красочные репортажи и множество необычных фактов. Команда юных корреспондентов трудилась, чтобы ближайшие 10 минут вы провели с пользой. Не переключайтесь! На днях мои коллеги отправились в гости к художнику на удивительный мастер-класс, но рисовали они не на бумаге. Представляете, взяли кисти, краски и разрисовали свои футболки. Кстати, получилось очень даже красиво. Смотрим! Всем привет! Это Викси. В эфире рубрика «Акварельные рецепты». И сегодня нас ждет увлекательное и творческое занятие. Если вы хотите создать уникальную вещь своими руками, то роспись по ткани – это идеальное решение. И процесс будет нескучный, и результат получится отличный. Давайте уже рисовать. Приступить к раскрашиванию своих белоснежных футболок ребятам и правда уже не терпится. Не каждый же день официально разрешено рисовать на одежде. Но сегодня под чутким руководством художника Анастасии Лобойко юные корреспонденты будут превращать обычные вещи в эксклюзивные. Для начала нужно выбрать шаблон рисунка. Выбор парней пал на автомобиле в мультяшном стиле, а девочке предпочли цветочки. Наносим выбранный рисунок простым карандашом. И только потом, аккуратненько, мазок за мазком, начинаем добавлять цвет. С первого взгляда можно подумать, что дети рисуют обычной гуашью, но нет. Это специальные акриловые краски для росписи по ткани. Акриловые краски не теряют цвет и обладают высокой стойкостью. Одна из участниц мастер-класса решила выполнить рисунок в акварельной технике – лисировка. Это послойное нанесение краски с большим добавлением воды. Получилось очень стильно. После того, как рисунок раскрашен, необходимо добавить контур, выделив главные акценты. Таким образом изображение становится ярче. Смотрите, что получилось у ребят спустя полтора часа. Несмотря на то, что рисовали они по одному шаблону, у всех футболка получилась индивидуальной. Пока изображения сохнут, юные корреспонденты решили не сидеть без дела, а задать несколько вопросов Анастасии. Требует ли ткань, на которой будет наноситься рисунок, специальной подготовки? Ткань специально готовить не надо, но рисунок требует тщательного внимания. А что будет, если я нарисую что-то не так? Это потом можно будет исправить? Да, конечно, так как акриловые краски способны перекрывать друг друга. А если я в этой футболке попаду под дождь, рисунок смоется? Нет, рисунок не смоется, так как мы его будем закреплять. Настя, скажите, пожалуйста, акриловыми красками можно нарисовать только по ткани, или ими можно нарисовать обувь, сумочку, или может даже зонтик? А акриловыми красками можно расписать все, что угодно. И дерево, и металл, и пластик, так как акриловые краски у нас есть разнообразные. Любой текстиль расписывается акриловыми красками очень просто и легко. Спасибо за ответ. Если вы решитесь разрисовать одежду в домашних условиях, не забудьте закрепить изображение. Для этого высохший рисунок необходимо прогладить с двух сторон через марлю или тонкую ткань в течение 15 минут. Через сутки процедуру нужно повторить. И тогда ваши вещи не страшны будут ни ливень, ни машинная стирка. Это была рубрика «Акварельные рецепты». Любойтесь кисточек и красок, создавайте смелее своими руками уникальные вещи. А вы знаете, что в Барнауле установлен не обычный памятник, обычной профессии дворника, который расположен на улице 50 лет СССР? В представленной композиции дворник отдыхает, в то время как в обычных памятниках трудятся, не покладая метлы. Это извояние пользуется большой популярностью у горожан. И многие любят фотографироваться с ним в обнимку. Думаете, время, проведенное за игровыми автоматами, проходит впустую? Ничего подобного. Многие игры помогают нам развить терпение, смекалку и реакцию. А сколько радостей мы получаем от гонок на мотоциклах и от ариэ-хоккея. Выходные денечки – лучшее время как для детей, так и для их родителей. Если вы не знаете, чем заняться в ближайшие выходные, то вот вам совет от наших юных корреспондентов. Отправляйтесь всей семьей в игровой центр. Для детей здесь раздолье. Можно участвовать в ралли, ездить на мотоциклах, кататься на лыжах, ловить рыбу или сражаться с пришельцами. Все это, конечно, виртуально, зато абсолютно безопасно. Кстати, по мнению детей, это очень даже полезно. Ведь подобные игры развивают реакцию, внимательность, усидчивость. Вот, например, виртуальная рыбалка. Рыбалка хороша тем, что рыбалка вырабатывает терпение. А детям это терпение очень нужно. Юные тележурналисты протестировали все развлечения в игровом центре и готовы поделиться своими впечатлениями, а также вдохновить вас на поход в парк развлечений. Сегодня я первый раз рулила, врезалась, добила на газ. Это было просто круто. Я очень хочу достать игрушку для своего младшего брата, но у меня ничего не получается. Но я не сдаюсь и пробую заново. Я большой сладкоежка. Я обожаю конфеты, шоколадки, ибо для меня этот автомат самый лучший. Я мечтаю выиграть из него все конфеты и шоколадки. Я давно мечтала выиграть в этом автомате игрушку, и я выиграла наконец-то. Я оставлю эту игрушку на памяти об этом дне. Сегодня я испробовала множество автоматов, но именно этот понравился мне больше. Играть в него элементарно. Нажимаешь на кнопку и ждешь, когда получишь билеты. Эти билеты всегда можно обменять на классный подарок. Автоматы освоены, подарки получены. Впечатления у ребят на неделю вперед. Юные корреспонденты такой отдых рекомендуют. В 2008 году появился сайт Барнаульского метрополитена, который долгое время был весьма популярной интернет-мистификацией. Однажды он вызвал негодование у одной иностранной туристки, которая потребовала закрыть сайт, чтобы не вводить людей в заблуждение. Сайт закрыли, а вот новости о Барнаульском метро не покидают просторы интернета. Кто знает, возможно, когда-нибудь метро появится и в нашем городе. Кто владеет пластиком, тот владеет миром. В наше время так много отходов из этого материала, что их необходимо перерабатывать. Несмотря на обилие мусорных куч, триллионы бутылок и крышечек, в мире существует всего семь видов пластика. Два из них не подлежат переработке, а вот остальные пять можно переплавлять и использовать снова. Для этого понадобятся умные роботы. Наша съемочная группа познакомится с ними. Вспомним всем известную сказку про Золушку. Злая мальчика смешала два мешка разной крупы и заставила ее перебирать. Если бы это случилось в наше время, даже никакая фея бы не понадобилась. Ведь есть умные роботы, которые могут перебрать каждую крупинку. Сегодня мы узнаем новое слово – сепаратор. Само оно образовано от латинского «разделитель». То есть сепаратор может разделить смесь на фракции, например, отделить воду от масла. Мы же посмотрим, как работают сепараторы с сухими смесями. Представьте, что вам нужно перебрать гречку – тонн 12, отделить черненькие плохие зерна. Вертикальный станок совершит это легко и элегантно. Он сделает 10 тысяч фотографий в секунду каждого зернышка в полете, пока тонна сыплется снизу вверх, на скорости, проанализирует и отсеет. А вот как это происходит. Сначала нужно поработать как фотограф, задать станку освещение и настройки, и получить фотографии, а затем рассмотреть их. Ну и, соответственно, хорошие тоже подсвечиваются. Это мне не нужно. Мне нужно, чтобы выделялись только плохие. Теперь задаем компьютеру изображение плохих зерен, и он будет их отсеивать. Екатерина, а сортирует ли ваша машина золото от, допустим, например, песка? Если золото достаточно мелкое, не срезки такие крупные, то, конечно, можно, почему нет? А какая самая большая польза от вашего производства? От нашего производства очень много пользы. Мы же производим оборудование, которое сортирует супущие продукты. А продукты эти ест очень-очень много людей. Да, помидоры и горох, сушеные бобы и финики – все крупы, что мы видим на полках. А что еще? Насколько большую продукцию могут сортировать ваши аппараты? Ну смотри, вот именно вот этот аппарат, он может сортировать максимум 3 см в диаметре, но это прям уже много. А есть у нас машина, называется «Горизонт». Она такая, горизонтальный там сортировщик, и он уже может большие сортировать. Горизонтальный станок может разбирать на сорта даже яблоки. Но есть у завода еще более важная задача – научить станки сортировать мусор. Мы уже говорили, что в мире всего 7 видов пластика. Два из них не поддаются переработке, а остальные можно использовать снова. Наукоемкое производство C-Sort разрабатывает и уже собирает большой горизонтальный сортировочный станок для мусора. Тонны слипшегося мусора будут снимать на фото и распознавать не обычные камеры, а гиперспектральные. Гиперспектральная камера снимает не только в видимом диапазоне. Она может анализировать химический состав мусора. Это очень важно, потому что мусор, он не крупинка и не песчинка. Тут не задашь образец на фото. Мусор разнообразен и непредсказуем. Никакой компьютер с обработкой фото не распознает в смятом комочке лист бумаги или пластиковый стаканчик. А благодаря новым технологиям и инженерным решениям станет возможно отделять перерабатываемый пластик, пускать его в ход и спасать планету. Какой факультет нужно окончить, чтобы поступить сюда? Это замечательный вопрос. У нас есть самые разные сотрудники и есть очень много факультетов, после которых мы вас ждем к себе. Во-первых, у нас есть много разработчиков. Это значит, мы ждем программистов, инженеров-конструкторов. Это и математический факультет, это и физико-математический факультет. Очень ищем химика, химический факультет. Эти красивые станки привезли или сделали прямо здесь? Эти аппараты мы сделаем здесь полностью практически. Даже ничего не закупаем, практически никаких деталей. Скажем так, по-взрослому, если говоря, то у нас полный цикл производства. Начиная от программного обеспечения, заканчивая металлом и сборкой. Екатерина, а почему вы выбрали именно эту профессию? Вообще, мне очень нравится работать с людьми. Очень нравится помогать, наверное, так. А обучение, оно предполагает помощь. Мы выражаем огромную благодарность заводу. И напоследок хотели показать, что станки дают высокий уровень шума. Но ученые научились создавать из него мелодии. Поэтому они могут исполнять даже гимн России. В одной телепередаче барнаульцев спрашивали о том, когда запустили часы в доме под шпилем. Самый распространенный ответ был таким. Когда построили дом, тогда и часы пустили. Но это неверно. Давайте узнаем подробнее. Перед вами символ города Барнаула. Дом под шпилем. Его украшения – огромные часы. Как вы думаете, когда их создали? Тогда же, когда и здание? Вовсе нет. Здание было построено в 1956 году. А часы больше 40 лет спустя. В 99-м. В следующем году им, часам, исполнится 20 лет. Спроектировал их и собрал Владимир Иванович Денисов. Много инженеров делал в своем гараже. Например, циферблат. Его диаметр 2 метра 20 сантиметров. А еще часы били каждый час. Но жители попросили убрать эту функцию. А вот подогрев часов оставили, чтобы они не замерзали и шли круглые сутки, круглый год. Сейчас, смотрите, часов вышел на пенсию. Но все равно, как минимум раз в неделю, приходит проверять часовой механизм. Почистить, подмазать, отремонтировать. Поэтому они идут без боя и без перебоев. В Барнаульском зоопарке мы все можем сфотографироваться с тигрятами. Поэтому немного расскажем о них. Мы все знаем, что тигры полосатые. Но мало кто знает, что если побрить тигра, он все равно останется полосатым. За последние 100 лет мир очень сильно изменился. Появились интернет, вай-фай, ютуб, сотовая связь. А что станет еще через 100 лет? На сегодня это все. Вы смотрели программу «Детская служба новостей». Спасибо, что были с нами. Желаем вам хорошей погоды, веселых прогулок с друзьями, отличных оценок и не забывайте помогать мамам по дому. Пока-пока. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok